Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену, а потом стал звездой Манчестера английский футбол-спорт. Полничтри, 23 сентября 2019 года враг на воротах Этот футболист воевал за Гитлера и трижды был в плену, а потом стал звездой Манчестера. Фото Берт Троутман, Getty Images Немецкий голкипер Берт Троутман прославился на весь мир в середине 1950-х. Выступая за Манчестер-Сити, вратарь смог доиграть финальный матч Кубка Англии с Бирмингемом, три к одному, со сломанной шеей. Однако за долго до футбольных подвигов немец геройствовал в сражениях Второй мировой, воюя на стороне нацистской Германии. Лента.ру подробнее о неоднозначной биографии выдающегося спортсмена Си Веры Фюрера Троутман с детства впитал слабость к командным играм с мячом, сосредоточившись на гандболе и футболе. Последний был главной страстью юноши. Первые шаги Берт сделал в Бременском клубе Тура, причем изначально мальчик выступал на позиции нападающего. Помимо спорта, Троутман фанател от Адольфа Гитлера, искренне поддерживал его идеи при первой возможности записался в Гитлеру Гент. «Если вы родились в гитлеровской Германии, у вас в голове не было собственных мыслей. Вы знали, что есть немцы и есть враги, которые уже не воспринимались как люди», вспоминал футболист долгие годы спустя. Однако в начале 1940-х до прозрения было еще далеко, юноша полностью разделял идею национал-социализма и с радостью пришел на фронт добровольцем. Службы Троутман начал в Люфтваффе в качестве радиста, но на этом поприще особых успехов не достиг и был переведен в воздушно-десантные войска. Немного послужив в оккупированной Польше, Берт отправился в настоящую мясорубку на Восточный фронт. Именно там, недалеко от Запорожья, будущий футболист попал в плен к бойцам Красной Армии. Каким-то чудом, до сих пор доподлинно неизвестно, как именно, Берту удалось бежать и вернуться в ряды вермахта, где за проявленное мужество его наградили Железным Крестом. Командование не вернуло Троутмана на восток, оставив его в более спокойной Западной Европе. Ну и там после одного из сражений он снова оказался в плену, на этот раз у французов. Удача опять была на стороне Берта. Он вновь провернул трюк с побегом и вернулся к своим, получив еще один Железный Крест. В начале октября 1944 года Троутманн оказался в немецком клеве, который подвергся жесточайшим бомбардировкам союзников. Город за несколько часов превратился в руины, а Берт три дня пролежал под обломками разрушенной школы, где укрывался его отряд. Солдату чудом удалось выжить, после чего он начал привычно пробираться к своим, но на этот раз схема дала сбой. В одной из немецких деревень Троутманн попался американским солдатам, от которых снова попытался сбежать. Берт играючи перемахнул через высокий забор, но приземлился прямо у ног британского автоматчика, который тут же направил на него оружие и шутливо произнес «Привет, Фриц, хочешь чашку чая?» Бернхард Троутманн в 1941 году фото SpartacusEducational.com с войны на футбол. Третьего побега не случилось, Троутмана отправили в английский лагерь для военнопленных в Ланкашире, где он пробыл до конца Второй мировой и окончательно разочаровался в идеалах нацизма. В заключении Берт вместе с товарищами по несчастью занимался восстановлением разрушенных зданий и другой общественно полезной работой, а в свободное время с удовольствием участвовал в футбольных матчах, которые руководство лагеря устраивало для арестантов. Троутманн играл в полузащите, был хорошим футболистом, но не сильно выделялся из общей массы. Открыть в себе вратарские таланты Берту помогла случайность. Во время товарищеского матча с английской любительской командой Хейдек Парк Ховбек получил травму, из-за которой при беге стал испытывать серьезные боли. Выход из ситуации нашелся быстро, Троутманн решил доиграть матч на позиции вратаря, отправив голкипера бегать в полузащите. В том матче стало понятно, что Берту не стоит возвращаться в поле, его призвание – игра в воротах. В 1948 году власти Великобритании решили, что Троутманн искупил свою вину перед страной, и предложили немцу вернуться на родину. Однако у Берта были веские причины для отказа. Немец закрутил роман с англичанкой Маргарет Фрайар, которая вскоре стала его женой. Отец девушки Джек Фрайар, как настоящий родственник, принял участие в судьбе зятя, устроил его на работу на ферму и пригласил в команду 4-го английского дивизиона Сент-Хелленстаун, где работал секретарем. Умение прощать. Берт провел отличный сезон в Сент-Хелленстауне, успев впечатлить местных болельщиков. Троутманн обладал отличной реакцией, неплохо играл на выходах и, как бывший полевой игрок, очень уверенно действовал ногами. Судьбоносным для немца стал товарищеский матч против Манчестер-Сити, в котором он продемонстрировал все свои таланты. Боссы горожан были в восторге от игры 26-летнего Троутмана и в октябре 1949 года подписали с ним контракт. Руководители Сити тогда не могли представить, какими проблемами для них обернется подписание немецкого вратаря. В Манчестере традиционно проживает многочисленная еврейская община, представители которой сразу же узнали подробности биографии Троутмана и довели их до сведения остальных любителей футбола. После окончания войны прошло лишь 4 года, поэтому награжденный несколькими нацистскими орденами светловолосый красавец стал ненавистен поклонникам клуба. Сразу после подписания контракта офис в Сити завалили гневными письмами с требованиями выгнать немца из команды. Болельщики угрожали бойкотом матчей, а однажды в городе прошло шествие, в котором приняло участие около 20 тысяч фанатов. Люди несли транспаранты с оскорбляющими Троутмана фразами, дублировали их голосом и призывали руководство команды избавиться от нацистской нечисти. Заберто предсказуемо вступились одноклубники, кроме того, у немца неожиданно появился еще один влиятельный защитник, благодаря которому сумасшествие остановилось. Очень мудрый и достойный уважения поступок совершил главный манчестерский раввин доктор Альтман, написавший открытое письмо, которое опубликовали в одной из городских газет. «Конечно, мы сильно пострадали от рук немцев, которые были к нам очень жестоки. Но давайте сдержим ненависть и не будем пытаться наказать одного человека за преступления целой страны», — говорилось в письме. После этих слов одного из самых авторитетных жителей Манчестера травля Троутмана прекратилась. Конечно, Вторая мировая не могла пройти бесследно. Еще несколько лет Троутман, приезжая в особенно пострадавшее от бомбардировок Люфтваффи города, слышал в свой адрес оскорбительные выкрики болельщиков. Но этим железного немца было не сломить. Берт, не обращая внимания на фанатов, делал свою работу. Очень скоро голкипера за самоотверженную игру и высокое мастерство зауважала вся Англия. Легенда Сити В Манчестер Сити Троутман провел 15 лет, став на это время бессменным вратарем горожан. В первом же сезоне он вместе с командой вылетел во второй дивизион, однако, по всеобщему признанию, Виннеберта в этом неутешительном результате не было. Голкипер отважно шел на любой мяч, старался руководить действиями партнеров и часто выручал команду в безнадежных ситуациях. После неудачного сезона дело у Сити пошли на лад. Клуб вернулся в элиту английского футбола и дошел до финала Кубка Англии, где, правда, уступил Нью-Касселу, 1 к 3. Мировую известность Троутману принес розыгрыш Кубка страны в следующем сезоне. Горожане снова добрались до решающего матча турнира, где встречались с Бирмингемом. Поединок проходил по сценарию Сити, который вел со счетом 3 к 1, но за 15 минут до конца игры Берт поучаствовал в жесточайшем стыке с форвардом соперника Питером Мерфи. После столкновения нападающий быстро пришел в себя, Троутман же на несколько секунд потерял сознание и пришел в себя только с помощью нашитаря. Когда я смотрел запись этого матча по телевизору, то поймал себя на мысли, что не помню последних минут. Будто меня там не было вовсе, рассказывал вратарь много лет спустя. После матча футболиста доставили в больницу, где врачи с ужасом диагностировали перелом одного из шейных позвонков. Оставаясь на поле, Троутман испытывал нечеловеческую боль, а любое неудачное движение могло отправить его на тот свет. Смерть в очередной раз миновала немца, который по итогам сезона 1955-1956 стал первым иностранцем, признанным лучшим футболистом Англии. Победа в Кубке Англии так и осталась единственным титулом в долгой карьере Троутмана в Манчестер-Сити, но мужественный голкипер навсегда закрепил за собой звание одного из самых ярких футболистов в истории клуба. За горожан Троутман провел 545 матчей, из клуба он ушел в 1964-м, а еще через год окончательно повесил бутсы на гвоздь. После окончания профессиональной карьеры Троутман пробовал себя на тренерском поприще, но особых успехов не достиг. В послужном списке специалиста работал с несколькими английскими и немецкими клубами низших дивизионов, а также со сборными Бирмы, Либерии и Пакистана. Жизнь Троутмана была насыщенной и за пределами футбольного поля. С Маргарет Фрайяр вратарь развелся в 1960-х годах, после этого он был женат еще дважды. В 2004 году Бирт получил очередную награду, на этот раз не военную, он стал офицером ордена Британской империи за сближение отношений между Германией и Англией. Остаток жизни Троутман провел в небольшом доме в Испании, недалеко от Валенсии. Скончался бывший футболист 19 июня 2013 года, не дожив несколько месяцев до 90-летия. В марте этого года в Германии состоялась премьера художественного фильма «The Keeper», посвященного жизни легендарного вратаря Алексей Гульсев.